4 ноября в Древнем Полоцке состоялось вскрытие капсулы памяти, которая была замурована строителями кургана Бессмертия. По желанию полычан и жителей 60-х годов 20-го столетия, капсулу необходимо было вскрыть в дни празднования столетия Октябрьской революции. Курган Бессмертия – это наша память и наша боль. Он был сооружен на горе Батарея, что находится на левом берегу Западной Двины. Место, где сейчас находится наш знаменитый курган, это место раньше называлось Батарея. И молодежь города Полоцка очень любила прогуляться на это место, потому что это было красивое, историческое, памятное место. Почему она называлась Батарея? Потому что это место было связано с войной 12-го года, точно так, как и наш Красный мост. Хорошо помню о том, как начиналась эта задумка, появилась у райкома партии, у горкома партии, тогда Полоцкий горком партии был, горком комсомола. И, конечно, горы с полком и Советский, они принимали решение, что в честь юбилейной даты освобождения Белоруссии надо воздвигнуть памятный знак. Тогда очень на высоте было воспитание молодежи, патриотическое, военно-патриотическое. И мы, конечно, молодежь восприняли это, ну как, с энтузиазмом. Курган возводился в 1966 году в течение одного месяца. Его основания привозили землю в захоронении воинов, партизан, мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это шкатулки, также музейные предметы. В них находится земля с братских могил советских воинов, которые отдали свои жизни за освобождение нашей земли от немецко-фашистских захватчиков. В этих шкатулках находится земля как с Площади Свободы, с братской могилы, так и, например, с Майо Кургана. Также практически интересный такой музейный предмет, уникальный, можно сказать, шкатулка, где находилась земля из могил советских воинов в чешской Праге. А торжественно землю эту передавали непосредственно делегация чешская властям города Полоцкой, ну и, собственно, вообще городу Полоцку. В торжественной обстановке. У нас есть об этом даже такая фотопано, фотография в экспозиции нашего музея. На сыпке Кургана принимали участие практически все жители Полоцка, как говорят, от мала до велика. Все работы проводились в нерабочее время, график работы был составлен так, что работы велись в течение всего светового дня. Ну, я помню, конечно, как все шли организованно после работы, и рабочие, и служащие, и, самое главное, молодежь. Молодежь комсомольцы во главе с нашей коммунистической партией. Работали все, невзирая на лица, невзирая даже на свое здоровье. Мешками мы строили, землю подвозили, машинами разгружали, мешки солдатские, как говорят, насыпали, и вот это все, как говорится, поднимали. Тут кишело все, ведь школы, детей, как говорится, военные, все, как говорится, круговое. Вот, строительство, ну, огромное и тяжелое, тяжелое все, выше, 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 как говорится, так. Со стороны было посмотреть, то, что как муравьи на этом, на кургане, все там людей были, сотни людей. В основании кургана была замурована капсула памяти с посланием к грядущим поколениям. Опустили эту капсулу, как говорится, ну, капсулу не читали, как говорится, а рассказали общие о том, что она будет на столетие, будет вскрыто, и все обращение к молодежи. Участники строительства кургана бессмертия стали главными действующими лицами на церемонии, посвященной вскрытию капсулы памяти. Почетная миссия была возложена на кавалера орденов славы, ветерана труда Анатолия Григорьевича. В памяти, в которой находится обращение к нам, жителям Полоцка 2017 года, от жителей 1966 года. Уважаемые присутствующие, разрешите мне от лица присутствующих зачитать совещание потомкам. Дорогие товарищи, дорогие наши сябры, люди 21-го Стагодзя, до вас звернуты наши гарачые слова и приветания. Вам, палачанам, что живут у юбилейные дни Стагодзя Великого Кострычника, с далеких годов посылаем мы гэто письмо посланне. Гэто вам, нашим потомкам, славным переемникам Великой справы коммунизма, присвящают працовные старожитного Полоцка свое завершанне. Канун этого исторического события в городе прошла акция, в которой приняли участие более 50 предприятий и организаций города. Победители этой акции заложили свои послания потомкам в новую капсулу памяти. Право заложить капсулу предоставляется победителям молодежной районной акции и обладателю почетного звания Человек года Полочины 2017 в номинации «Молодежь, общественное объединение, Белорусский республиканский союз молодежи» мастеру производственного обучения, педагогу дополнительного образования, учреждения образования Витебский государственный технологический университет, Полоцкий государственный лесной колледж Марченко Николаев. «Молодежь, общественное объединение» Наше поколение с честью и достоинством несет эстафету жизни, эстафету времени. И продолжая эту замечательную традицию, я надеюсь, что все те мечты, все те пожелания, которые вложили в капсулу, они не только сбудутся, но и станут отправной точкой на достижении новых побед и свершений. Спасибо. Так, полочане прикоснулись к прошлому и обратились к будущему, которое зависит от поступков каждого из нас, здесь и сейчас. Вот событие сегодняшнее, вскрытие капсулы, оно тронуло каждого человека здесь присутствующего. Сегодня собралось очень много людей, люди, в принципе, знали и понимали, что здесь будет написано в капсуле. У нас сегодня пришли, вспомним свою молодость, вспомним историю и еще раз мысленно прокрутив в своих глазах, в своей памяти все то, что сделано за эти годы в нашем городе. Мы заложили свое завещание потомкам и самое дорогое, что у нас есть, это наша земля, на которой мы живем, которая обхолита кровью наших отцов, дедов, прадедов. И мы тоже хотим, чтобы нашим потомкам завещать, чтобы они так же хранили эту землю, как любим его мы, и чтобы она стала еще красивее. И здесь росли многие-многие поколения палачан, которые бы нашу землю украшали и берегли так же, как и берегут, берегли для нас наши потомки. Алексей Голубев, телепрограмма «Скиф-Полоцк».